Здравствуйте, уважаемые зрители! Это снова я, это CryptoSpot, мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют согласно сайту CoinGecko. И здесь видно, что как будто за последние 24 часа ключевые криптовалюты консолидируются, но это если взять внутри дневное движение. А в целом я бы сказал, что большинство из них в последние дни их цены продолжают потихонечку подниматься. Итак, сегодня понедельник, поэтому анализируем график биткоина. Давайте мы перейдем к графику биткоина и посмотрим с точки зрения графического анализа на ключевых таймфреймах, что у нас там есть. Вот он линейный график за последние 12 месяцев. Здесь сразу видно, что цена достаточно такая хорошая, 39 317 долларов. То есть биткоин снова вблизи психологического уровня в 40 тысяч долларов за одну цифровую монету. Итак, переходим к свечному графику. Это дневной таймфрейм. Убираю лишние элементы, то есть убираю эти все лишние элементы. И давайте мы сейчас посмотрим, начиная с месячного таймфрейма, какие у нас формации. Итак, простым глазом здесь видно, что идет череда из бычьих свечей, у которых, это на месячном таймфрейме, у которых локальное минимумы повышаются и в основном локальное максимумы. То есть это бычий тренд, это бычий настрой, бычий сантимент, бычий сигнал. Конечно, мы находимся в первой части месяца февраля. И если посмотреть на текущую свечу, она все-таки в пределах вот этой верхней тени предыдущей январской свечи. Это говорит о том, что сейчас быки тестируют вот эту зону сопротивления, которая сформировалась в прошлом месяце. То есть мы должны быть очень аккуратным. Однако говорить о медвежьем сантименте или о медвежьем сигнале вообще на данный момент я считаю, что не стоит. Потому что это бычья свеча, которая имеет локальный минимум выше предыдущего. То есть мы просто можем сказать, что быки сталкиваются с сопротивлением. Сейчас они борются с этим сопротивлением, которое в верхней части этой тени. Но это нормальный процент может быть восходящего тренда роста. Итак, конечно, эта часть графика отличается от той части графика. Мы это неоднократно обсуждали, где практически одни мощные бычьи свечи, у которых нет верхней теней, указывающие на сопротивление. Но все-таки я хочу подтвердить, что, на мой взгляд, тренд остается бычьим. Недельный таймфрейм. Что у нас есть? Вот оно практически, это движение вверх. Хочу напомнить, что мы здесь обсуждали в последнее время вот эти свечи. То есть это были свечи, которые в известной степени были медвежьими. Здесь сформировалась свеча Long Leg Dodge, то есть Dodge с длинными ногами. Это мы обсуждали. Но мы здесь видели, что у этих свечей локальные максимумы понижались. То есть это говорило о неком маленьком медвежьем сигнале. Однако в это же время их локальные впадины тоже, грубо говоря, зигзагом повышались. Поэтому мы сделали вывод, что да, есть маленький медвежий сигнал, есть также маленький бычий сигнал. И когда мы все это рассмотрим вместе, можно сказать, что просто идет консолидация. И на данный момент я это с целью упомянул в самом начале обсуждения графика на недельном тайм-время. Потому что, несмотря на тот факт, что здесь сформировалась вот эта бычья свеча, которая, конечно, это хороший сигнал. У нее локальный максимум выше предыдущего. Также локальный минимум оказывается значительно выше предыдущих. Это говорит о возобновлении бычьего сигнала. Но мы должны понимать, что в наихудшей ситуации может сформироваться некое такое боковое движение или broad range, как называется. То есть мы это также не должны исключать. Но на данный момент польза практически, то есть видно, что сантимент в сторону повышения. То есть у быков преимущество, они снова пытаются возобновить рост, но в наихудшем случае рассматриваем некое такое продолжение консолидации. Но это мое личное видение. Итак, дневной тайм-фрейм. Я это все целью показываю, потому что, вы знаете, первое, что хочу сказать, убираю вот эту линию, также вот эту верхнюю линию, добавляю скользящую среднюю 30-дневную или это месячную скользящую среднюю на дневном тайм-фрейме. То есть вот она практически месячная скользящая средняя. То есть нужно здесь просто продолжительность настроить. И вот она практически 30-дневная или месячная скользящая средняя. Почему на эту скользящую среднюю обращаем внимание? Итак, это впервые практически за последние 4-5 месяцев, когда она была пробита, то есть мы это видели, потом цена отскочила и вернулась к 30-дневной скользящей средней, сейчас практически перешагнуло ее. Что хочу сказать, я считаю, что скользящая средняя является мощной поддержкой, так что даже если здесь будет некая волатильность, она будет вблизи вот этой скользящей средней, то есть в самом-самом таком нейтральном или негативном сценарии график просто в широком диапазоне, на первый взгляд кажется, что может пойти вбок. А в более обычном таком рынке можно оказаться, что это отскок от 30-дневной скользящей средней и возобновление роста. Убираю 30-дневную скользящую среднюю, переходим к 4-часовому таймфрейму. Убираю также этот диапазон. Итак, вспоминаем, что мы на 4-часовом таймфрейме в последнее время обсуждали вот этот нисходящий треугольник, фигура продолжения тренда. Здесь мы рассматривали вот эту первую попытку, соответственно, выхода из треугольника, которая была неуспешной, или скорее всего это традиционно именно так выходит график из этих фигур продолжения тренда, то есть здесь был рост, потом практически падение, за счет которого тестируется верхняя граница треугольника, еще раз эта фигура продолжения тренда и последующий рост. Мы знаем, что, давайте я напомню, переходим к линейному графику, и давайте я даже поменяю немножко цвет вот этих линий, чтобы он был более виден. Мы хорошо помним, что в последнее время мы обсуждали вот как отыгрывать выход из фигур продолжения тренда, в том числе в данном случае, я это показывал на этом треугольнике, или при флаге, что трейдеры практически ждут выхода, тестирования сверху вниз границу, верхнюю границу треугольника, и при возобновлении роста, когда график практически обновляет вот эту предыдущую локальную вершину, вот здесь заходят трейдеры, вот здесь, и они практически подтягиваются уже к этому движению, то есть они уже зашли, и сейчас практически они на этом практически росте зарабатывают их позиции. Какие цели у трейдеров? Конечно, первая цель это, соответственно, ключевая вершина треугольника, она была достигнута, я предполагаю, что некоторые трейдеры здесь практически закрыли свои спекулятивные позиции, однако другие, конечно, потихонечку будут это пытаться снова отыгрывать, потому что на более коротких таймфреймах, если перейти на 30-минутном таймфрейме, здесь рисуется, скорее всего, восходящий тренд, и они, конечно, пока еще могу сказать, либо сохраняют свои позиции, пока график практически на коротких таймфреймах движется в этом восходящем канале, с надеждой, что график может пробить вот эту вершину, или, конечно, при повторном тестировании вершины и движении вниз, если это произойдет, они закроют свои позиции. На самом деле у меня на этом все, друзья, спасибо за ваши просмотры, я, конечно, вам желаю удачи на финансовых рынках, удачной недели, здоровья на первом месте, и до следующего обзора. С вами, как всегда, в это время был Эд Китис Па.